экологический туризм становится все более популярным многочисленные экотропы зоны отдыха с рюкзаком новые маршруты по историческим местам таких возможностей становится больше нашествие вирусов меняет наш образ жизни не только в негативную сторону правда в дальние путешествия мы отправляемся все реже примеры экологического туризма в южной европе эко-ферма tenuto san carlo италия расположенная вдоль побережья средиземного моря ферма tenuto san carlo протягивается через пляжи болота поля и леса туристы могут остановиться в домике на ферме помогать кормить животных и собственноручно собирать овощи для ужина гостям предлагают угоститься например свежими тосканскими помидорами в пасте пиццы или просто так собранными в лесу грибами в ризотто или лазаньи а также оливковым маслом из выращенных здесь оливок владельцы фермы отмечают что стремятся делать все в максимальной гармонии с окружающей средой наш подход к еде прост есть то что выращиваешь держать животных свободными они в неволе и прислушиваться к природе говорят они кемпинг mundo ecoturismo португалия если вам захочется встретить частичку азии в европе можно отправиться в португалию посетить кемпинг монгольском стиле вместо палаток здесь традиционные монгольские юрты которые могут заселиться от одного до четырех человек каждый из них оборудована собственной кухней душем и туалетом а на территории кемпинга есть сауна и экобассейн системы естественной очистки воды местном саду растут оливковые фруктовые деревья а в огороде свежие овощи и травы владельцы кемпинга предлагают заняться велотуризмом и пешими прогулками по горам или просто наслаждаться тишиной спокойствием посреди португальской природы но не только наслаждаться красотами отправляются в дорогу любителей экологического туризма людей привлекают и места отражающие негативные последствия воздействия человека на природу сочетание с климатическими изменениями неподвластными нам такими как наводнения смерчи и извержения вулканов засухи образовываются территории напоминающие нам о том сколько хрупок мир вокруг нас например деревня призрак осереда в испании так она стала выглядеть после многолетней засухи в начале 90-х годов эти жуткие серые руины тоже привлекают туристов проблемы пресной воды существует во многих странах водохранилища испании и в настоящее время заполнены менее чем наполовину это серьезная экологическая проблема за последние три месяца 2021 года в испании выпало всего 35 процентов от среднего количества осадков за тот же период с 1981 по 2010 год но с тех пор дождей почти не было монако его светлость князь монако альбер второй издал указ о защите окружающей среды к 2050 году мы должны стать углеродно нейтральной страной избавиться от углекислого газа начнем с малого уточнил господин тоннель в монако уверены что им удастся сберечь окружающую природу если проект поддержит туристы нам нужны коллективные усилия есть точка зрения что заботясь об экологии невозможно удовлетворить потребности взыскательных путешественников главных покупателей туров монако но это не так можно сочетать бережное отношение к окружающей среде с сервисом на высшем уровне в частности в монако уже свободном доступе электромобиле в целом земли в монако не хватает это карликовое государство площадью чуть более двух квадратных километров лишний парк не разобьешь поэтому чтобы начать строительство анс дю портье пришлось осушить участок моря биологи заранее пересадили водоросли переместили моллюска в другие морские зоны и оградили защитными экранами заповедники лаврота и спелюги экологический туризм на мальтийских островах немыслим без дегустирования натуральных фермерских продуктов оливкового масла домашнего хлеба из печи меда вина и винограда мальта это земля морских коньков и древних храмов экотуризм на мальте начал активно развиваться с 2002 года мальтийские острова представляют собой архипелаг из трех островов расположенных в центре седиземного моря мальта главный остров камина крошечный остров между мальта и глаза глаза самый северный и второе повещение в группе сегодня экотуризм на мальте это прокат велосипедов экодайвинг организованный институтом экологических исследований возможность аренды парусника со шкипером уникальная возможность провести день с местным пастухом фермером виноделом вы можете участвовать приготовлении свежего сыра дегустировать свежее оливковое масло только что испеченный хлеб все это расширяет кругозор и дает совершенно новый опыт можно смотреть участвовать дегустировать получать новые навыки заводить знакомства на кипре существует несколько фирм где разводят осликов однако самое интересное куда точно следует отправиться если перед вами стоит выбор golden dunkees farm которая находится в деревне с корену между ларнакой или массовом на кипре обитает в основном две породы большие ослы темного цвета со светлым брюхом и ослы африканского типа кроме того ослы находится под защитой правительства кипра и причинение им какого-либо вреда грозит обидчику не только крупным денежным штрафом но и лишением свободы на срок до семи лет поэтому наслаждаться обществом священного кипрского осла лучше в мирной и дружелюбной обстановке экологический туризм интересное перспективное направление туризма в целом однако важно чтобы учитывались интересы местных жителей и стремление за экономической прибылью не стало ключевым